Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня с вами печем картофельные блинчики с зеленью. Можно их есть без начинки, но мы сегодня сделаем их еще и с начинкой. Для приготовления нам потребуется 150-160 грамм муки, 400 грамм картофеля, 400 миллилитров молока, 3 яйца, также зелень, зубок чеснока и специи, черный перец, соль и немного растительного масла. Приготовим наше тесто. В миску разбиваем 3 яйца, немного перемешаем. Теперь сюда добавим соль, молоко. Будем добавлять муки. Добавим часть молока. Добавляем примерно 150 грамм. Оставлю. Посмотрим, как у нас получится тесто. Хорошо размешиваем, чтобы не было комочек. Добавляем остаток муки. Еще раз перемешиваем и добавляем все оставшееся молоко. Теперь хорошо нужно перемешать. Можно это сделать миксером, можно сделать руками. Отставим тесто в сторону. Сейчас нам нужно будет натереть картофель. В отдельную мисочку. Вот на такой терке, на средней. Можно натереть картофель. Сюда же нужно добавить зелень. Немножко перчика. И зубочек чеснока также натрем сюда. Попробуем нашу массу. Если вам не хватает соли, добавьте еще соли. И добавляем сюда 1-2 столовые ложки растительного масла. Все хорошо перемешиваем и оставляем в сторонку постоять несколько минут, пока мы будем заниматься начинкой. Для начинки мне понадобятся вареные яйца. Сейчас нужно их измельчить. Также укроп. Я его уже измельчила. 1-2 столовые ложки сметаны. И красная копченая рыба. Тоже ее нужно измельчить небольшим кубиком. Добавила еще 1 ложку сметаны. В общем, 3. Попробуйте на вкус. Если вам чего-то не хватает, например, соли, добавьте. Если нет красной рыбы, тоже не беда. Можете делать начинку без нее. Только яйцо и только зелень. Тогда, естественно, нужно будет посолить. Все, начинка готова. Приступаем к блинам. Выпекаем блин до той степени, когда вы увидите, что поверхность у блина стала сухая. Теперь его можно перевернуть. Он очень легко снимается, переворачивается. Он будет, конечно же, немножечко толще, чем обычный блин. Потому что здесь картофель. Но это заслуживает того, чтобы это приготовлено. Готовый блинчик я растопила сливочное масло. Вот так слегка смазываю эти блины растопленным сливочным маслом. Готовим все наши блинчики. Не наливайте много. Старайтесь просто вращать сковороду, наклонять. Тогда полностью поверхность заполнится тестом. Вот блинчики я уже все напекла. У меня получилось 10 штук из этого количества теста. Сейчас будем заворачивать в них начинку. Откладываем ложку начинки и заворачиваем трубочкой. Вот такой красивый блинчик у нас получается. Вот такие вкусные, красивые блинчики получаются. Много начинки. Очень мягкое, вкусное, пахнущее чесночком тесто. Готовьте. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!